коллеги я приветствую вас сегодня будем говорить про абстракции в языке c-sharpy потому что я считаю что это на самом деле одна из самых важных частей объектно-ориентированного программирование в этой части поговорим про теорию и чтоб не задерживать вас давайте начнем немножко немножко с того поговорим о чем пишет википедия про абстракции так абстракция это от латинского абстракция отвлечение то есть теоретическое обобщение как результат абстрагирования есть еще другое определение слова абстрагирования давайте его прочитаем хотя нет не будем его читать вы принципе тоже читать умеете я хотел вот что сказать на самом деле мне кажется что это не очень понятно о чем идет речь ключевое слово здесь можно выделить обобщение и вот что про это пишет в общем-то википедия про слово обобщение и так обобщение понятие это логическая операция тралала трала и в общем мы переходим к тому что это от частного к общему то есть другими словами мы должны найти какие-то общие понятия у всех объектов которые мы пытаемся обобщить если говорить проекции с шарпом то мы пытаемся найти общее всех объектов и давайте посмотрим на пример обобщение будем опять же максимально абстрагироваться от понятия си шарпа для начала поговорим вот про чем собака кот слон медведь это у нас обобщение это животные если горит стол стул шкаф мебель вы угадали да это это мебель есть другой вариант море озеро океан вода нет здесь уже будет водоема потому что вода это немножко еще более общая абстракция которая сюда как бы отношения никакого не имеет дальше если говорить про абстракции то смотрите код совака слон медведь в них есть какие-то характеристики какие-то свойства какие-то методы которые не могут делать или какие-то действия behavior то есть поведение и так они могут ходить бегать издавать звуки питаться кусаться гадить простите тоже не могут ну и в общем другие там понятия которые обусловлены для всех объектов этого типа если говорить про параметры да то есть про свойства есть рост ну или высота ширина вес есть возраст есть какие-то признаки наличие шерсти отсутствие шерсть наличие когтей ну и так далее то есть у нас есть какие-то животные у них есть какие-то поведенческие так сказать свойства то есть те действия которые не могут совершать и свойства которые влияют как их описание если же говорить про мебель то тут собственно игра все то же самое есть они могут стоять лежать ломаться сгореть продаваться иметь цену в конце концов и так далее ну и в общем опять же говорить есть и про свойства то они имеют высоту ширину там материал изготовления в общем-то вес опять же цену да другими словами если говорить немножечко про объекты то есть все-таки опуститься до уровня си шарпа то мы увидим такие понятия как те объекты которые здесь все шарпы стрим класс да болта да да не все только некоторые перечислили и они также могут иметь общие какие-то свойства какие-то общие поведения которые говорят нам о том что они могут объединяться то есть это объекты си шарпа и они могут занимать память они могут быть созданы они могут быть удалены из памяти они могут десериализоваться десериализоваться и так далее и соответственно у них есть свои характеристики размер название тип которым они определяются и таким образом мы выходим к тому что у нас есть такое понятие как абстракцию но все конечно хорошо в меру например у нас есть код у которого есть вес у нас есть собака слон да у нас есть стол стул шкаф и у тех у тех есть одно и то же определение которое то есть одно и то же свойство которое называется вес другими словами имеет ли смысл абстрагироваться то есть выделять это в общие животных и мебель но на мой взгляд это такой вот большой большой нет это большой вопрос потому что имеете это смысл ну в общем все как говорится хорошо в меру собственно говоря когда вы пишете код так или иначе у вас возникнут потребности что-то с чем-то обобщать что-то выделять какие-то свойства делать более-менее общие какие-то поведенческие мотивы описывать методы то есть другими словами описывать которые могут быть одинаковые у тех или иных классов и тут главное ну в общем не обгадится да можно обобщать до бесконечности другими словами ладно не будем другими словами то есть все хорошо в меру опять же повторюсь поэтому нужно внимательно относиться к тому что чего и для чего и если говорить о том что вот мне часто спрашивают какими можно руководствоваться принципами когда вы начинаете разработку какого-то приложения в общем можно начинать с абстракции да когда вы примерно предполагаете то есть у вас есть предметная область который легко ложится в абстракции ну например допустим у вас есть сообщение тип сообщения и у этого типа может быть нотификация какое-то свойство до говорит что она именно нотификация допустим это error или допустим info или warning да это уже другие типы сообщений и в общем то разбежаться тут как бы некуда можно начать с абстракции придумать класс который называется message и внутри него реализовать базовые методы и по мере необходимости расширять его функционал например info будет содержать только текст сообщения success может быть там ну или допустим warning да может задержать текст сообщения а может быть еще какую-то дополнительную информацию а вот экзепшен должен уже содержать и текст ошибки может быть и саму ошибку объект как раз этот экзепшен то есть ключевой момент в том что у каждого из этих месседжей есть какое-то ключевое общее поле абстрактное называется message ну и также можно начинать от обратного например можно написать какие-то классы по мере разработки у вас появятся новые сущности которые тоже будут являются этого же типа но будут иметь другие совершенно другие понятия другие принципы и в общем должны быть реализованы по-другому и тогда можно классы разделять на абстрактный то есть выделять какое-то общее и в общем прокидывать умные нужные свойства которые нужны для всех собственно говоря классов вашей коллекции в абстрактные классы и это поспособствует развитию вот это вот мышление другими словами смотрите еще если ближе опуститься к c-sharp то есть определение что такое абстракт это во-первых модификатор который указывает что изменяем элемент имеет отсутствующую или неполную реализацию но другими словами что если вы что-то делать абстрактным то вы должны в наследниках это собственно говоря реализовать модификатор абстракт можно использовать с классами методами свойствами индексаторами и собственными событиями но я уже правда давно события не использовал но это где-то вот windows разработка в информ до пьев но там собственно гре есть веб разработки все ладно поехали дальше если вы хотите чтобы нельзя было создавать экземпляр вашего класса вы должны поставить модификатор абстракт то есть таким образом компилятор запретит разработчику создавать экземпляр этого класса и как бы дает некоторые но фишечки в общем нужно уметь ими пользоваться еще есть такая фича то есть другими словами полезность вернее даже не полезность я бы даже сказал некоторые ограничения допустим у вас есть класс person его у него создаете свойства ну например edge или там day time какой-нибудь бездой и она делается абстрактным тогда вас компилятор обязательно заставит весь класс сделать абстрактным в общем имейте ввиду ну и если говорить опять же про абстрактные элементы то неважно какое там методы классы свойства индексаторы все абстрактные элементы должны быть реализованы в наследниках которые не являются абстрактными другими словами вы можете несколько раз наследоваться от абстрактного класса который может быть там иметь очень большую иерархию но конечный класс который будет не абстрактным должен реализовывать эти все абстрактные методы класса в общем все все абстрактные элементы он должен будет реализовать и и Продолжение следует...